Книга «Открытым оком», том 3, тема «Промысл Божий», вопрос 958. Что означает выражение «Бог заключил в непослушании»?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, римлянам 11.32, цитата, «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Не знаю, как воспринимала церковь первоапостольская такие выпады бывшего раввина против Бога. Такие выражения вызывают спор на тысячелетия, но церковь признала эти слова каноническими, и приходится толковать их вопреки всех человеческих понятий. Если это так, а это только так, то вся наша жизнь – это многосерийная комедия, к финалу которой мы приближаемся. Видимо, этот стих тоже сыграл не последнюю роль у Оригена. Он мог рассуждать так, «если Бог сам заранее так запланировал бытие этого мира, что все до единого люди будут непослушны, хотят они этого или нет, то есть они и не могут быть другими. Так в чем же моя вина? Когда закончится эта эпопея, то Бог всех до единого, в конце концов, помилует, и будет все во всем Бог». Кавычки закрыты. Обычно, пространно объясняя подобные трудные вопросы, касающиеся божественного замысла, на сей раз вселенский учитель Павел не дает никакого ответа. Он просто окриком затыкает человеку рот. Кавычки открыты. Да замолчи ты и не спорь, кто ты такой. Кавычки закрыты. Вот как это выглядит в данном послании к римлянам. Римлянам 9 глава с 10 по 21 стихи. «И не одно это, но так было и с Ревикою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего», как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого? На этот вопрос ответ придет только вечности. Псалом, 131 стих. Цитата. «Господи, не надмевалось сердце Мое, и не возносились очи Мои, и Я не входил в великое и для Меня недосягаемое». Бывают светлые мгновения, мир ясный душу осенит, огонь святого вдохновения неугасаемо горит. Оно печать бессмертной силы на труд обдуманный кладет, оно безмолвие могилы и мертвым камнем жизнь дает. Разврат и пошлость поражает, добру приносит фимиам, и вечной правде воздвигает святой алтарь и вечный храм. Оно не требует награды, в тиши творит оно, как Бог. Но человеку нет пощады и в бездонном омуте тревог. Падет на грудь заботы камень, свободу рук скует нужда, и гаснет вдохновение пламени, могучий двигатель труда. 1851 Никитин Иван Савич Иван Савич